Поднять 100, а то и все 200 килограммов под силу далеко не каждому. Правда, это совсем не про участников соревнования «Богатырские игры». Силачи из Ивановской, Владимирской и Ярославской областей собрались на парковке торгового центра «Ясень», чтобы потягаться в силе и выносливости. 8 спортсменов соревнуются в двух весовых категориях. Категории до 100 одни немножко испытания, то есть они более легкие, свыше 100 более тяжелые. Я назову, которые свыше 100. Это верхние 100 веток, где снарядов 4 штуки. Нужно поднять поочередно 4 снаряда. Бревно весом 90 килограммов, бревно весом 100 килограммов. Гантель весом 60 килограммов и Аполлон Аксель весом 110 килограммов. Еще одно испытание – подъем бревна на скорость. За 90 секунд нужно взять вес как можно больше раз. Максимальный результат показал участник из Ярославля. За полторы минуты бревно в его руках взмывало в воздух целых 15 раз. Спортом я занимаюсь с детства. Вот именно этим спортом я занимаюсь. Ну вот, его, наверное, нравится поднимать веса. Кнут железа люблю. Нравится это? Экстрим. Еще один спортивный снаряд больше похож на небольшой турник. Он, правда, не для подтягиваний. Железную конструкцию весом 275 кило нужно выдрузить на плечи и пройти с ней 20 метров. На финише участника поджидает уже 300-килограммовая автомобильная шина. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Испытания проводятся на время. Выполнить все задания удается не каждому. Многие участники пришли на соревнования не одни, а с группой поддержки. Почему сегодня сюда пришли, кого-то поддержать? Да, вот Дмитрия, хотим поддержать. Дима, иди сюда. Вот наш герой. Мы его пришли, да, поддерживаем. Как, вы довольны своим результатом? Пока, да. Хорошо, быстро пошел. Чтобы постоянно быть в форме, нужно не только постоянно тренироваться, но и следить за рационом. Лучшие атлеты получат полезные призы от спонсора – наборы спортивного питания. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.